Меня часто спрашивают, как избавиться от вредной привычки. Меня это, честно говоря, ставит в тупик. Ну, как бы понятно. Человек говорит, я много ем, можно меньше есть. Я не хочу играть в компьютерные игры, вот играю и так далее. Или любая вредная привычка. И я все время задаюсь вопросом, а зачем? Но почему надо избавиться, я знаю. Потому что если вы играете в компьютерные игры, то у вас мозг постепенно, так сказать, превращается в окрошку, социальность нарушается, время инвестируется в ни во что, и силы тоже и так далее. Если вы много едите, то у вас будут заболевания, диабет может развиться, атеросклероз сосудов и прочее. Я понимаю, почему надо ходить, почему не надо курить, почему не надо пить. Я понимаю, почему. Я могу целую лекцию по каждому пункту прочитать. А зачем? Избавляться от вредной привычки просто потому, что вы там услышали где-то, что ну как бы это вредно, испугались, думаете, ой, у меня будет рах легких, надо бросать курить. Чтобы много так бросило. Или нет? Я вам честно скажу, так не работает. Или кто-то решил, ой, я буду толстый, некрасивый, поэтому я не буду есть. Ты еще больше будешь есть горе, утешаться, понимаете, банкой мороженого. Так не работает. Мы должны ответить, прежде всего, на вопрос, зачем мы это делаем. У нас должно быть вот это внутреннее ощущение смысла нашего действия. Если мы находим для себя смысл в том, что мы худеем, не употребляем алкоголь, не курим, там еще что-то, все начнет складываться. А если нет, вы просто будете себя мучить, и это подсознательно вы как бы себе говорите, ну, я же как бы хоть поступаю вредно, но я вредной привычке следую, но я себя горю за это, поэтому я хороший человек. Да, оступившийся, грешник, но раскаившийся. И вот это, как там кто-то пошутил, Марк Твен, что ли, что бросить курить нетрудно. Я в своей жизни делаю это тысячу раз. С каждой сигаретой, понимаете? Поэтому важно понять, зачем. И без этого смысла все будет бессмысленно. Мы просто себя замучаем. Вот, поэтому осознание это, обнаружение в себе этого смысла, и это точно не в самой привычке, и это точно не в самом, там, алкоголе, никотине, значит, высококалорийной пище и так далее. В чем-то другом должен быть, найти, необходимо искать смысл. И он должен с вами внутренне резонировать, понимаете? Страх это, что вы помрете рано, если будете курить. А вы зачем живете? Понимаете, если вам есть зачем жить, тогда есть вопрос, как это экономить, так сказать, время жизни, не тратить его на вредную привычку. А если нет, ну что, будете курить, будете это. Поэтому все начинается со смысла, с этой внутренней цели. Зачем?